Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. В читальном зале пусто. Как вернуть читателя в библиотеку? Как вы в библиотеке не меняли дизайн интерьера и не оснащались современным оборудованием, решающим фактором для повышения уровня посещаемости является все-таки работа библиотекарей с аудиторией. На сегодняшний день деятельность библиотек активно направлена на привлечение внимания читателей не только к своей деятельности, но и к популяризации чтения в целом. Вот сегодня в программе расскажем о проектах и методах привлечения читателей библиотеки на примеры работы моих сегодняшних гостей в студии. Ну а с первым гостем я разговариваю. Это Оксана Владимировна Носыч, главный библиотекарь филиала библиотека номер 5. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Ну и прежде чем мы начнем говорить о проектах, все-таки хотелось бы вас спросить, какие новости в вашем филиале библиотеки, что нового и интересного произошло за то время, пока мы с вами не виделись. Ну и, конечно, все-таки лето – это время отдыха, отдыха читателей в библиотеках? Совершенно с вами соглашусь, Елена. Действительно, лето – это очень необычный сезон. С одной стороны, вроде как бы люди заняты своими делами, они ездят на дачи, и, казалось бы, должен быть отток в библиотеках, совершенно естественно. Но на самом деле, на самом деле этого не наблюдается. Читатели приходят, берут книги, берут особенно книги по нескольку книг на дачу, как раз-таки на свой отдых. Поэтому я считаю, что летом книги также востребованы, может быть, даже и более востребованы, чем в некоторые другие времена года. Даже здесь, конечно, налицо парадокс определенный, но он есть действительно. В филиале библиотека номер 5 Самарской муниципальной информационной библиотечной системы реализуется и в этом году проекты, которые уже зарекомендовали себя, и также новый проект «Либро итальянской литературы». Мы тоже приглашаем наших участников. В целом, в нашей системе в этом году стартовало несколько очень интересных новых проектов, о которых мы с вами сегодня поговорим. И среди них мне бы хотелось сегодня особо рассказать о проекте Центральной городской библиотеки имени Надежды Константиновны Крупской, чьим куратором я являюсь. Сегодня этот проект посвящен Константину Георгиевичу Паустовскому, известному нашему отечественному писателю, человеку, имя которого известно очень многим, особенно людям, возможно, постарше, или людям, которым, как мы с вами еще ходили в школу, сейчас тоже он присутствует в программе. Но так или иначе, Паустовский ассоциируется с детской литературой почему-то, хотя на самом деле это далеко не так. И задача этого нового проекта в нашей библиотеке как раз-таки состоит в том, чтобы открыть Паустовского с совершенно неожиданных сторон. Да, очень много интересных и любопытных фактов. Я знаю, вы сегодня приготовили для нашей программы, но вот название проекта «Паустовский – увидеть, испытать все, что можно человеку». Ну вот такое, согласитесь, и объемлющее название. Но вот, кстати, почему именно «Паустовский»? И расскажите, пожалуйста, что значит вот такое название проекта? Дело в том, что название проекта взято из конкретной цитаты Константина Георгиевича. Когда он в своих воспоминаниях о жизни, а он создал очень интересный труд, и я сегодня еще о нем расскажу, он как раз и говорит о том, что он хотел в своей жизни именно увидеть, испытать все, что возможно человеку. Константин Георгиевич был таким интересным человеком, он был романтиком, он был человеком, воодушевленным не только природой. У нас почему-то ассоциируется с природой? Нет. Он прежде всего описывал и был вовлечен в общественную жизнь. Он интересовался учеными, он очень много писал о своих произведениях, о жизни людей, об отношениях между людьми. И это далеко, скажем, даже не детская литература, несмотря на то, что нам известны его сказки, такие как «Теплый хлеб» про больного коня, наверняка многие слышали, «Кот ворюга», то, что мы в детстве с вами читали. А в то же время его повести, его путевые очерки, его повести о жизни, биографические очерки, они затрагивают очень серьезные проблемы, взрослые проблемы. Например, одно из его произведений, повесть «Телеграмма», произвела огромнейшее впечатление на известную актрису Марлен Дитрих, когда она приезжала в Москву с выступлением. Она специально узнала, что Паустовский будет в зале. Она его пригласила, он вышел на сцену, и она опустилась перед ним на колени. Потому что в этой повести, совсем не детской повести, рассматриваются проблемы как раз взрослых отношений, отношений матери и дочери. И поскольку Марлен Дитрих несколько лет назад умерла мама, для нее история, вот эта трагическая история девушки, которая не успела вовремя приехать туда, в этот удаленный городок, откуда она была родом, и навестить маму, она на нее произвела колоссальные впечатления. И за рубежом Паустовский тоже известен. Есть переводы его на французский язык, на многие другие языки. То есть он известный писатель. Но и известность, и гениальность писателя еще определяется в том, что если ты в рассказе или в повести, или в романе этого автора увидел или услышал частичку себя, соседа, друга, да, то вот это и есть ли определение гениальности. Ну, скажите, пожалуйста, насколько творчество Паустовского актуально сегодня для нашего писателя? Вы сейчас привели один пример, но я знаю, что наверняка есть и другие. Безусловно. Актуальность творчества Паустовского сейчас является таким определенным парадоксом. Казалось бы, это писатель, который ассоциируется, ну, с советской эпохой, так скажем, да. В то же время это один из тех редких писателей, которых можно сравнить, ну, например, вот с тем же Михаилом Тарковским, который также проект его реализуется у нас в системе. Сейчас он получил новое направление, о котором вам расскажут мои коллеги. Можно сравнить таких писателей с писателей, которые действительно вырабатывают некую систему и отражают систему моральных ценностей. Далеко не каждый писатель сейчас, если мы возьмем современных даже писателей, неважно, или даже классических, удается ему заключить в себе это моральное начало. И при этом не выглядеть как-то скучно или морализаторски, да, то есть мы сами понимаем с вами. Вот эти фундаментальные человеческие ценности, которые отражаются в произведениях Паустовского, любовь к человеку, к достоинству человека, к отношению между людьми, к честности, к благородству, прежде всего, вот они делают его как раз таким знаковым писателем, который не подчиняется уже каким-то временным рамкам. Он переходит через время. Ну, то есть вы хотите сказать, что вот именно эти стороны творчества писателя мало знакомы читателю, в том числе, ну и, конечно, современному, или все-таки где-то есть? Дело в том, что он действительно с одной стороны знакомый, а с другой стороны совсем незнакомый. Интересный такой факт, что его биографические очерки, которые изданы в двух томах, у нас в советское время издавались, и сейчас они переиздаются, изданы за рубежом. За рубежом известнее, чем даже его остальные произведения, его повести и об ученых в том числе, и уж тем более детские какие-то сочинения для детей, для юношества, вот так скажем. Не столько для детей, сколько для юношества. И вот эта сторона его, очевидца событий, очень сложных событий, которые происходили в нашей стране, он ведь застал и, собственно говоря, начало 20 века. Он работал сам в 20-е годы, потом в 30-е годы развивался его направление, которое, в общем-то, можно отнести к романтическому, скорее, направлению. У него есть особые такие связи духовные с творчеством, в том числе и Александра Грина, у которого тоже День памяти, вот 8 июля как раз. И Грина, Паустовский, они оказались еще и связаны одним волшебным местом. Это Крым. Крым во многом привлекал наших писателей. Там практически побывали все наши известные писатели, в том числе и Паустовский. И вот в этой атмосфере рождались и многие произведения Константина Георгиевича в Крыму. Очень интересное место. И в целом, говоря вообще об актуальности Паустовского для современного и для молодого читателя, как раз в его путевых очерках, в его восприятии мира, то, как он показывает историю. Он не морализует, он не говорит о каких-то резких гранях и контрастах, но он показывает эту жизнь, как он видел ее сам, будучи молодым совсем человеком. И очень интересно читать его, вспоминаю, об эпохе революции, о 20-х годах, то есть вот о самой такой сложной эпохе, очень сложной, в то же время созидательной, потому что в то время рождалась, по сути, наша отечественная промышленность, творили наши ученые, и об этом он писал в своих повестях. То есть в его рассказах можно еще подчеркнуть какие-то очень полезные исторические воспоминания, в том числе, несет и образовательную миссию. Но скажите мне, пожалуйста, вот в библиотеках в рамках этого проекта будут какие-то интересные встречи, да вот даже лекции, к примеру, прочитанные вами, так захватывающие. Спасибо большое. Да, действительно, цель проекта «Паустовский» — увидеть, испытать все, что возможно, человеку в ЦГБ имени Крупской, как раз-таки направлено на создание некого информационного пространства, в широком смысле этого слова. У нас есть и группа проекта, где очень много интересной информации размещается. И, безусловно, это научно-просветительские лекции, это онлайн-встречи с экспертами, с писателями, с заведующими музеев. Вот у нас очень интересные связались контакты, даже сразу с несколькими музеями. То есть онлайн общение даром не прошло? Безусловно. И продолжаете использовать этот формат? Да, конечно, безусловно. Тем более, что если речь идет, например, о Москве или тем более о Республике Крым, то такой формат наиболее удобен, безусловно. А для нас, читателей и специалистов, как раз-таки вот этот крымский период раскрывается в новых красках. Многие даже совершенно не знали многих интересных фактов, о которых рассказывают наши гости. Что бы посоветовали почитать Паустовского? И, скажите, он сейчас публикуется? Да, как ни странно. Несмотря на то, что в библиотеках города и библиотеках нашей системы можно найти многие произведения, и он издавался активно, сейчас к нему вернулся интерес. Издаются разные произведения как для детей, юношества, так же и для взрослых. Например, в том числе и в электронном варианте, вышло в Литрессе. Да, мы закупили, наша система закупила как раз-таки электронные тоже варианты книг как раз-таки автобиографической повести о жизни в шести частях. Это интереснейшее собрание, и вы можете, воспользуясь вот услугами Литресс-библиотека, нашим специальным фондом, эти книги бесплатно прочитать, а что мы приглашаем в библиотеки наши. Оксана Владимировна, да, вот так быстро прилетело с вами время. Вы принесли книги, пожалуйста, расскажите, чем они интересны, почему их стоит почитать. Я бы хотела обратить внимание на тот факт, что сейчас очень много разной литературы выходит современной, и очень много англосаксонской литературы, но сейчас мне бы хотелось показать вам тех авторов, которых я читаю, и которых я могла бы рекомендовать, и которые будут интересны. Это итальянский автор современный Сандро Веронези, его роман «Калибри». Это очень известный итальянский автор, лауреат многочисленных премий, премии Стрэга, который получил большую известность. И, как ни странно, вот эта книга я бы скорее рекомендовала не столько женщинам, сколько мужчинам, потому что итальянская литература, как ни странно, больше отражает мир мужчин, психологию мужскую. Так что, как ни странно, Италия, казалось бы. Вот я рекомендую, это действительно психологическая работа, очень хорошая, мастерски сделанная, действительно такая стоящая работа. И вторая книга – это китайский автор, такая сегодня оригинальная подборка, это Мо Янь. Эта книга называется «Лягушки». Здесь речь, конечно, совсем идет не о лягушках, а о свойственной китайской литературе, философии и аллегориям. Очень интересная история о второй половине XX века. Это Китай. Вы знаете, что в Китае был закон «Одна семья, один ребенок». Это история о кушерке, которая, собственно, прошла через нелегкие испытания, которая видела вот все проблемы жизни китайского общества, и здесь это очень хорошо отражено. То есть это глубоко такой философский роман, и где прекрасно рисуют мир и женщины в том числе. Так что вот такая интересная тоже книга, которую бы я рекомендовала нашим читателям. Спасибо большое. Как всегда, с вами интересно. И продолжим программу «Город ТЭС» уже с вашей коллегой. Ну, а вам хочется пожелать все больше новых, интересных и, конечно, развития проектов в библиотеках. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, а мы продолжим через секунду. Ну, а я продолжаю разговор с Ольгой Пальниковой, ведущим библиотекарем филиала библиотека номер 8, СМИПС «Самара». Здравствуйте. Добрый день. Ну, а с вами мы поговорим о проекте «Лонгрид». Как прошла идея запуска этого проекта и что за слово такое интересное? Расскажите, пожалуйста. «Лонгрид» — это такая форма подачи материала, очень много текста, в нашем случае очень много диалога и какие-то интерактивные вставочки. Но в то же время, если переводить с английского прямо напрямую, то это долгое чтение. Наверное, это нам больше даже подходит, потому что мы говорим про книги. Книги — это действительно долгое чтение. Это вот о названии. А что касается идеи, современная литература — это вообще очень такой спорный вопрос. То есть где проходят эти временные рамки, кого мы к этому явлению относим вообще. И идея просвещать, говорить о литературе, убеждать в том, что не только классику можно и нужно читать, — это вот наша идея и цель, наверное. — Ну, вы знаете, по поводу книга — это долгое чтение я могу с вами поспорить, потому что, мне кажется, все-таки это зависит и от автора, и от содержания произведения в том числе. Когда книга интересная, согласитесь вы со мной, я уверена, на 100%, то ее можно прочитать и за ночь, и день захватить, потому что она читается на одном дыхании. А вот когда долгое чтение, это вот ты прочитал две странички, отложил, и вот она в течение месяца у тебя и тянется. Но вот в чем уникальность этого проекта? И все-таки скажите, пожалуйста, какое сейчас у читателей отношение к книгам и вот к долгому чтению, как вы сказали? Ну, уникальность, наверное, в том, что это цикл встреч, диалогов с писателями самими и с экспертами по актуальным вопросам современной литературы. Или в Зуме, или же вживую у нас в библиотеке номер 8 на Николая Панова, 30. У нас есть такая замечательная локация, литературное кафе Читков, которая вот просто как нельзя лучше подходит для такого неторопливого, уютного обсуждения, именно литературного. По поводу того, что читают, читают все. Классику, выбирают книги, не обращая внимания на объем, 700 страниц, 300 страниц. Это уже никого не пугает. И нет такого, что сейчас какая-то одна определенная тенденция или один какой-то жанр в приоритете. Ну, вообще, конечно, фантастика, фэнтези лидируют там, нон-фикшн лидирует. Но всем жанрам находится свой читатель и внимание уделяется. Ну, вот все-таки почему библиотека номер 8 стала площадкой для этого проекта? Все-таки инициатором являетесь вы, библиотекарь, в первую очередь, и продвигаете в массы то, что лично интересно вам. Вот ваша коллега сейчас в первой части программы, Оксана Леонидовича, рассказывала про Паустовского. И когда она рассказывала, у нее глаза горели, потому что человек заражен этим проектом лично. Вы лично заражены проектом Лондолит? Да, конечно. Почему библиотека номер 8? Ну, она подходит как локация. В 2019 году мы получили статус модельной библиотеки, поэтому у нас красиво, у нас актуально, современно. А я являюсь руководителем книжного клуба «Буква круг», и я уже с молодой аудиторией обсуждаю эти новинки, эти литературные премии, современную литературу. И хотелось как-то это немножко расширить, говорить о литературе еще и для большего количества людей, нежели просто малым кругом. Ну, наверняка, не только, наверное, личные симпатии проекта и заинтересованность личная все-таки продвигается в массы читателя. Все-таки, наверное, еще какие-то подложные функции есть. Ну, я имею в виду, может быть, образование или просвещение, или воспитание, или какие-то вот более такие глобальные вещи, которые вложены в этот проект, которым вы пытаетесь донести, дочитать. Да, конечно. Ну, нам нужно быть объективными, не только свои интересы продвигать. У нас для этого есть возможность. Библиотекарь общается с читателем, получает обратную связь, видит, что интересно, актуально. Это первое. А во-вторых, конечно, хочется как-то просвещать, информировать. И в современной литературе очень сложно ориентироваться, потому что ее много, и хочется говорить только о качественной. Для этого нам как раз нужны наши гости, которые с горящими глазами и знают, о чем говорят, как раз-таки направляют, служат вот этим вот ориентиром. То есть мы говорим о качественной литературе. Какие темы вы вкладываете в этот проект? Темы самые разные. Мы рассматривали приключенческую литературу с точки зрения перспектив этого жанра. Мы рассматривали творчество самарских писателей. Затрагивали очень популярную в наше время шведскую литературу, как детективы, так и уютную литературу Бакмана. Всякие там, нон-фикшн тоже литературу. То есть темы разные. Ольга, расскажите, мне очень интересно, как вообще реализуется этот проект на практике? То есть вы как лектор ведете лекцию с читателями, рассказываете, показываете, как вообще в реале это происходит? Либо, может быть, этот проект онлайн проходит? На самом деле мы сначала выбираем тему, находим лектора, готовим вопросы, которые нам интересно было бы обсудить. Потом мы снимаем наш короткий видеоролик. Ну, короткий, 35-40 минут. Может быть, кому-то и не короткий покажется. Встречаемся мы с нашим гостем или в библиотеке номер 8, или же в Zoom, если этот писатель или лектор находится в другом городе России. И вот такие видеоролики можно посмотреть на страничке группы проекта «Лонгрид. Диалоги о современной литературе». У нас есть кусочек этого видеоролика. Давайте сейчас его посмотрим все вместе. Ученые сейчас, ну, часто звучит такая фраза у ученых, что если, говорит, ты не можешь объяснить 7-летнему ребенку, чем ты занимаешься, с какими исследованиями ты занимаешься, значит, ты занимаешься ерундой. Понимаете? И вот с этой точки зрения, если вот эту фразу применить, опять же, к делению литературы на взрослую детскую, то как раз она говорит о том, что попытка делить что-то... Понятно, что есть, скажем, какая-то научно-документальная литература, возможно, какая-то историческая сложная литература, которая детям будет просто неинтересна. Но это не потому, что она детская или взрослая. Дело в том, что ведь и дети, они очень разные. Кто-то, грубо говоря, в 7 лет играет в песочнице еще с грузовичками, да, а кто-то уже в этот момент там программирует свой первый сайт. Они очень разные дети, взрослые очень разные. Поэтому вот как-то взять и поделить это, знаете, как в музыке, то есть... Ну, как отличить, например, глэм-рок от джаз-рока? Кто сможет это, кроме каких-то гиков, супер-продвинутых, там, каких-то специалистов, которые по тональности, там, третьим, четвертым, там, какие-то актавы, что-то, как? Ну, например, есть там какая-то сказка и, не знаю, исторический роман. Это понятно, это жанр, их можно делить. Детский исторический роман, взрослый исторический роман, ну, уже, не знаю. Мне кажется, книги хочется писать так, чтобы было понятно, что есть какое-то возрастное деление, потому что есть, например, книжки для совсем маленьких, там, вот эти вот, да, вот эти шажочки, там, какие-то малышочки, которые, там, по слогам, которые больше с глаголами, которые развивают ребенка. Ну, мне кажется, вообще отдельный жанр литературы. Когда мы говорим о сказке, то мы подразумеваем, что уже какой-то мыслящий читатель у нас, который сам вполне себе может ее прочесть, например. И вот с этого момента уже очень сложно делить на взрослую и детскую. Мне вообще кажется, что надо так писать, чтобы интересно было всем, и взрослым, и детям. Ну, это в идеале стремится к этому. Ольга, расскажите, как происходит подготовка к выпуску этого проекта? Наверное, три вот эти этапа написания вопросов, поиск темы и поиск лекторов, этим все не ограничивается, потому что этим процессом нужно жить, нужно следить за литературными новинками, тенденциями, нужно много читать, нужно это очень много обсуждать с разными людьми. То есть этот процесс такой, я бы сказала, непрерывный и образовательный для меня в том числе, как для ведущего. Ну, кто у вас побывал уже в качестве спикеров проекта? Может быть, какие-то известные личности? Да, конечно. Мы очень рады встрече с Михаилом Самарским. Этот писатель уникален тем, что его творческая карьера началась в 13 лет. Сейчас у него больше 40 книг, которые очень пользуются спросом для читателей разных возрастных категорий, там, от 12 лет и старше. То есть это литература, которая, можно сказать, актуальна для любого возраста. У нас была очень интересная встреча насчет шведской литературы с Дианой Викторовной Кобленковой, доктором филологических наук, профессором кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа имени Герасимова города Самары. Совсем недавно у нас прошла встреча по жанру фэнтези с Верой Викторовной Камшей, писательницей, очень сейчас популярной, по ее книгам снимается фильм «Этерна». Первый фильм уже вышел, читатели в восторге, зрители в восторге, и мы были очень рады с ней пообщаться. И с ее коллегой Вячеславом Александровичем Бакулиным, руководителем направления фантастики и фэнтези издательства «Эксмо», также писателем. Ролик получился очень интересный, мы рекомендуем тоже к просмотру. Также мы из самарских писателей встречались с очень интересным человеком Денисом Липстером, писатель, журналист, основатель мастерской сказки, и мы с ним обсуждали очень интересную, тоже очень актуальную сейчас тему, это сказки для взрослых и детей. Почему сейчас нельзя сказать, что сказка это только для детей, и что для себя находит в ней взрослый человек? Да, мне кажется, взрослым сказки более необходимы, чем детям, ну в какие-то определенные моменты жизни, да? Но вот вы уже успели понять, что этот проект востребован зрителями, а вот какие отзывы у людей, которые являются участниками этого проекта? Да, наверное, это видно, так как проект все-таки больше онлайн, мы это видим по откликам в соцсетях, лайки, комментарии, это всегда очень приятно, то есть видно сразу, какая тема больше актуальна, какая может быть, какую стоит еще доразвить, дораскрыть, пригласить нового гостя и еще обсудить. Поэтому да, думаю, это еще актуально из-за того, что мы обсуждаем не только литературу, но мы затрагиваем личность писателя, задаем вопросы вне его творческой деятельности, а те, которые будут еще интересны читателям. Ну вот все-таки какие темы в современной литературе вызывают, наверное, особый интерес, ну и, конечно же, почему? Я думаю, что темы, наверное, остаются те же. Тема взросления, любви, отношения отцов и детей. Единственное, что персонажи, герои современной литературы, они уже ближе нам, они живут в нашей реальности, в наше время сталкиваются с теми же проблемами, и мыслят они, возможно, уже, ну так же, как мы или где-то близко. Сейчас в литературе я заметила, что тема отношений с родителями и тема бережного отношения к себе очень популярна. Это не только нон-фикшн по вниманию к себе, но и автобиографичные романы, которые писатели, наверное, пишут с особым трепетом, потому что они рассказывают свою историю, это что-то очень личное, и это очень проникновенная такая проза. А из более, наверное, позитивного – это славянская фэнтези. Это уже не только Валькирия, Волкодав и Ольга Громыка. Все более и более востребован этот жанр. И вот совсем недавно стала выходить серия «Новые сказки Старой Руси», которые тоже Вячеслав Александрович Бакулин сказал, что будет развиваться. И, в принципе, мы с ним разговаривали, он говорит, что издательство ждут рукописи на эту тему, то есть это востребовано. – Расскажите, какие планы у вас на будущее, и, может быть, какой-то проект интересный или задумка у вас уже есть, и вы планируете что-то еще такое не менее грандиозное и интересное провести во вашем филиале библиотеки? – У нас в июле планируется встреча с Владимиром Ивановичем Ионесовым, доктором культурологии и основателем Самарского культурологического общества «Артефакт культурное разнообразие». Мы с ним будем говорить про социальную психологию и нонфикшн. Тема довольно интересная, я в ней совершенно не являюсь экспертом, поэтому вопросов у меня к лектору и нашему гостю будет очень много. А если более глобально о планах, то планов очень много. Мы хотим поговорить и про экранизации, и про графические романы, затронуть поэзию. Пока, наверное, больше идем по жанрам, и темы достаточно масштабно звучат. Чуть позже, когда все эти темы уже будут обговорены, хотим поглубже углубиться в какие-то отдельные аспекты. Но об этом, наверное, пока еще рано говорить. Поговорим на нашей следующей встрече, когда ваши проекты будут реализованы, чего я вам искренне от всей души желаю. А я программу начала с вопроса «Читальный зал пуст», а теперь я хочу закончить программу, что «Читальный зал в библиотеке» номер 8, СМИП «Самара» полон. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!